МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Столичные подробности. Готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным. Студия Юлия Азыкова. Скрылся от наказания. Сегодня ночью в Минске автомобиль сбил девушку. Она переходила дорогу на перекрестке улиц Кульман и Максима Богдановича на зеленый сигнал светофора. От полученных травм девушка скончалась на месте. Водитель вначале приостановился, но вскоре покинул поле зрения очевидцев. Сейчас человека, совершившего смертельный наезд, разыскивают. Мы обращаемся ко всем очевидцам. Если у вас есть какая-то актуальная информация по данному факту, пожалуйста, позвоните по телефону 102 или же по телефону дежурной части столичной госавтоинспекции 222-17-17. Не будьте равнодушными к чужому горю и проявите свою гражданскую позицию. Рыбалка в центре города. Новый уровень безопасности пешеходово-кислородная проблема жителей Центрального района. Интересные подробности этого дня не упустила наш дежурный по городу Анастасия Венчо. Остались только понедоведки с вопросом, почему столицу лишают легких, венчане обратились на горячую линию нашего телеканала. Опилки кружат в воздухе, на земле валяются распиленные деревья. На улице Чечерина, неподалеку от дома номер 12, вырубили многолетние каштаны. Дворик с прекрасной флорой теперь превратился в пустырь. Возмущениям местных жителей нет предела. Вырубали все, все поспилили, никому ничего не сказали. Зачем вот эти деревья поспилили, я не знаю. И, ну, это, ну, я не знаю, у меня слов нет. У нас летом такая красота, ну, ее уже не будет, в всей видимости. Порядка десяти деревьев сегодня стерли с лица земли. Вырубка каштанов связана с капитальным ремонтом теплотрассы, которая как раз проходит по этой территории. Работы начнутся совсем скоро, а когда закончатся, во дворе вновь зазеленеют молодые саженцы. Чтобы можно было беспрепятственно заменить трассу, сносится деревья с последующей посадкой новых молодых деревьев. Компенсировать старые. Лежащий постовой уходит в отставку. На проспекте газеты «Правда» вот-вот демонтируют спящего полицейского. Напротив дома номер 9 на смену искусственной неровности пришел светофор. Электрического регулировщика установили несколько недель назад. Горожане признаются, теперь переходить улицу стало намного безопаснее. Безопаснее так будет. Пускай вот, чтобы красный свет горел. Еще, чтобы машины могли остановиться, пешеход мог спокойно перейти дорогу. Искусственная неровность стала совсем не нужной на этом участке дороги. Теперь трехклассный постовой решает, кому идти, а кому стоять. Столбик термометра все выше, а им ни почем. Любители зимней ловли рыбачат на столичной акватории. С каждым днем солнце светит ярче, на дворе становится теплее. Температура поднимается все выше, но рыбаков, видимо, это не беспокоит. Желание похвастаться хорошим уловом у них намного сильнее инстинкта самосохранения. Пятца куньков. Вот поставил их на ставки на щуку. Рыба хорошая здесь. Большая. Я самую большую здесь рыбу только и варю. Столичные спасатели настойчиво рекомендуют поклонникам зимней ловли проверять толщину льда перед тем, как ступить на замерзшую акваторию. Ведь в нестабильные морозы рыбаки как никогда рискуют уйти ко дну. Ваши видео, факты, звонок могут стать поводом для сюжета. Пишите на наш сайт tv.bo и в разделе форум. Звоните по телефону горячей линии 1-600-700. И помните, нам важны подробности. Перспективы медицины. 22-ю городскую детскую поликлинику ждет масштабное обновление. Это необходимо, чтобы расширить площади и создать достойные условия для пациентов и врачей. Вопросы качества оказания медпомощи сегодня обсудили на встрече заместителя председателя Мингорисполкома Игоря Карпенко с трудовым коллективом медучреждения. Здесь планируют провести реконструкцию и, возможно, построить новое здание. Сейчас 22-я детская поликлиника принимает пациентов из разных районов столицы. Поликлиника наша расположена в одном из старейших микрорайонов города, потому что Чижовка начала застраиваться в 1967 году. И вот в 1968 году построилась эта поликлиника. В течение своей деятельности проходили текущие ремонты, капитальные ремонты. Но сейчас стоит острый вопрос о том, что делать нам дальше. Потому что санитарные нормы кабинетов врачебных, диагностических, не соответствуют существующим современным нормам. Меньчане стали меньше жаловаться. С начала года к столичным властям поступило более 600 обращений. Это на четверть меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В числе самых популярных тем для обращений по-прежнему остаются вопросы жилищной политики, льготы и кредиты для многодетных семей, а также сроки капремонта домов. А вот тема строительства уже не так актуальна, как в прошлом году. В Мингрисполком обратились всего 75 человек, что вдвое меньше, чем за первый месяц 2013 года. Стартап для молодых и амбициозных. Сразу два бизнес-инкубатора откроются в Минске в этом году. На улице Рафиева свой потенциал смогут реализовать исключительно бизнес-леди. А в новом офисе на улице Ландера разместятся десятки предприятий, учредители которых предложили наиболее креативные и инновационные проекты. Находясь в бизнес-инкубаторе, начинающим предпринимателям не придется набирать большой штат. Услуги секретаря, бухгалтера и юриста здесь предложат на условиях аутсорсинга. В инкубаторе первый год предприятие получает 50% скидки от государственного тарифа на аренду, который утвержден государством. Второй год 75, и третий год платит 100% на аренду. Достаточно сложно молодому предпринимателю комплектовать офис. Это и столы, это и компьютеры. Здесь все вот эти вот моменты, они есть. Здесь предприятие взаимодействует между собой. То есть, если вам нужны бухгалтерские услуги, то можно обратиться в среднюю компанию, юридические услуги. Дела в гору. Какими качествами, по мнению меньчан, должен обладать предприниматель, чтобы его бизнес был успешным? Наши корреспонденты узнали в сегодняшнем опросе. Во-первых, с образованием, во-вторых, сильная личность, культурная. Главное, чтобы в этом человеку предрасположенность была, умение заниматься этим бизнесом. А кто это будет делать, мужчина или женщина, по-моему, разницы нет. Средиустремленность, может какая-то жесткость, если работать в большом коллективе, чтобы держать всех в ежовых рукавицах, и чтобы, в принципе, его люди слушались и хорошо работали. Он должен быть, прежде всего, мудрым. Мудрость – это самое главное качество, понимающим и обладать деловыми качествами. Открытость, честность, желание идти, вступать в диалог. Самое главное – это правильно организовать труд работников, грамотно использовать их рабочее время. Я думаю, что это одинаково может выполнять как мужчина, так и женщина. Новые городские подробности завтра в это же время. В студии новостей, которая всегда рядом, работала Юлия Зыкова. Всего доброго, до встречи.